Так слой за слоем сеянцы сосны укладывают в снежный бурт. Его соорудили еще зимой. Здесь сеянцы будут хранить до самой высадки. Она запланирована на начало мая. До этого времени важно, чтобы сосна не проросла. Иначе потом саженцы не приживутся в лесу. Мы их как холодильник получается. То есть они как в холодильнике лежат и как бы засыпают, чтобы сохранить сосна, чтобы была в спящем режиме. Даем дополнительный толчок. То есть энергия произрастания вырастает где-то на 10-15%. То есть при выходе из состояния покоя в теплую среду и сразу происходит лучшая приживаемость. Потому что он был в состоянии покоя. Это все природные факторы. Это питомник растений в селе Станичном Исецкого района. Два года назад здесь посеяли 300 тысяч сеянцев сосны. Сейчас они достигли 17 сантиметров. Растения можно смело пересаживать в лес. Этих саженцев хватит на восстановление 100 гектаров леса. Работы проводят в определенную погоду. Чтобы земля не сильно влажная была и не сильно сухая. И чтобы корни были как бы целые. Вот видите, стильно ее не обтяхиваем. А потом, чтобы ей легче было приживаться, когда ее будем сажать. Лесной фонд Тюменской области восстанавливают в рамках федерального проекта восстановления лесов нацпроекта «Экология». Планы амбициозные. В этом году план по восстановлению лесов у нас больше, чем вообще во все предыдущие года. Он заставляет 9200 гектар. Из них 3000 гектар мы планируем создать путем искусственных насаждений. Для посадки нам требуется свыше 12 миллионов штук сеянцев. Нужное число сеянцев в регионе уже подготовили. Их даже не пришлось покупать, как в прошлые годы. Все вырастили в собственных питомниках и уникальных теплицах. И в ближайшее время пустые территории тюменских лесов заполнят молодые саженцы. Ирина Ищук, Евгений Проскуряков, Тюменская служба новостей. Тюменская служба новостей.